ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Евгений Сидых. И, дамы и господа, мы начинаем наше прегейм-шоу. Первый матч плей-офф. У нас в студии хозяин, создатель, владелец канала Мяч Лаб. Юрий Русанов, привет. Привет, привет. Как дела? Все отлично. Настраиваюсь на хороший майк. Кастом бутсы. Откуда это взялось вообще? Что такое кастом бутсы? Это вообще одна из наших рубрик. Кастом – это ручная роспись с красками, наши художники разрисовывают. Мы придумали рубрику, когда мы приглашаем какого-либо гостя, узнаем его интересы и с сюрпризом ему готовим бутсы. То есть они уникальны, ни у кого таких бутс нет. И потом вручаем и получаем интересную реакцию. В общем, эта тема, на самом деле, пришла из США, там популярна в американском футболе. Мы эту тему продвигаем в нашем футболе и уже постепенно набирает обороты. Один раз мы делали кроссовки для парня, который, если я не ошибаюсь, занимается в школе ЦСКА. Я не помню его фамилию, он молодой еще, будущая, надеюсь, звезда. То есть у нас уже такой опыт был, но не такой большой. В общем, но вполне себе можно разрисовать и бутскетбольный кросс. Йоханнесу сделайте, ну, Фоксману, это игрока, 2,11 ростом, у него самый большой размер. Художница будет где разгуляться. О, да. Это можно как холст поставить, и там можно несколько художников позвать. Слушайте, у Йоханнеса, если не ошибаюсь, сейчас на вскидку 50,5 размер. С ума сойти. От меня на расстоянии трех метров действительно сегодня уникальная возможность пообщаться с человеком, о котором лично мне в социальные сети приходит огромное количество вопросов. Что же это за легендарный голос, который от матча к матчу объявляет фамилии звездных баскетболистов? Это Елена Чернова сегодня в гостях при гейм-шоу ЦСКА Баскет ТВ. Многие болельщики, которые даже сегодня уже подросли, приходят на стадион и говорят, что тебя слышали давно. Как давно ты действительно находишься на таких матчах и своим голосом легендарным абсолютно объявляешь фамилии игроков? Мы как-то сидели с друзьями и считали, получается, что это 16-й сезон с любимой командой ЦСКА. У тебя очень много подражателей, я уверен, что ты об этом знаешь. Прекрасно многие пытаются говорить такой же манерой, таким тембром. Что это за стиль? Где ты его взяла? И можешь ли ты сейчас в подтверждении моих слов объявить меня и, может быть, еще несколько игроков команды ЦСКА? Дорогие друзья, ну а сейчас наш ведущий, ведущий ЦСКА, маэстро микрофона Макс Диссюк. Как она это делает? Просто невероятно. Леночка, пожелания давай команде, за которой ты топишь долгие годы. ЦСКА всегда будет первым. А у нас в студии менеджер киберспортивной команды ЦСКА, Федор Восковский. Привет, Федор Восковский. Привет, как дела? Отлично. Собственно говоря, вчера начался этап плей-офф в чемпионате России по кибербаскетболу, по интерактивному баскетболу. И в первом четвертьфинале мы прошли команду Run'n'Garners и вышли в полуфинал. И ждем соперника по полуфиналу. Насколько сейчас большой, велик кибербаскет в баскетбольном сообществе и какие планы по его развитию? Ну, пока у нас идет чемпионат России. После чемпионата России у нас практически сразу стартует Кубок России. А затем, насколько я знаю, у нас есть планы на следующий чемпионат России. Но плюс есть международный турнир ФИБА, который совсем скоро начнется. Ты менеджер команды. За что отвечает менеджер команды в кибербаскетболе? Это организационные в основном моменты. То есть, по сути, моей заслуги во вчерашней победе как таковой нет. Заслуга только в том, что я команду собрал. Собрал ребят. Ребята мне тоже в этом помогали. Но это организационные моменты, юридические какие-то моменты. И в целом все. Разговоры, ну, какое-то общение с РПБ. Такие. Ну, я не тренер, то есть. Я именно менеджер. Это был Федор Восковский, менеджер команды ЦСКА по кибербаскетболу, по интерактивному баскетболу. Спасибо большое, что заглянул в плей-офф. Удачи вам. Надеемся, вас удалить в финале. Будем болеть за вас. Это будет тяжело. Но мы верим в то, что мы сможем пройти. Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. А Андрей Сильнов. Андрей, привет. Насколько, вот, я знаю, что отличается техника прыжков просто в высоту от той, когда нужно что-то перепрыгнуть. По-другому тренируется это все? Или, в принципе, прыжок есть прыжок? Вы знаете, фундамент или схема на дна. Это перевод горизонтальной скорости вертикально за счет трамплина, за счет ноги. Только лишь разница в том, какое отталкивание. Либо зуб ног, либо с одной ноги. А так, в принципе, разницы особой нет. Я знаю, что вы забивали сверху. Умеете это делать. Насколько это сложно? Или после того, припрыгнул там уже вообще легко? Ну, знаете, я начал заниматься легкой атлетикой с 7 лет. И для меня я могу это сделать закрытыми глазами. А в баскетболе я не так давно. И поэтому для меня сложно именно вот то. Есть еще одна составляющая. Это мяч. Это мяч, который нужно уметь удержать в руке. И с ним выпрыгиваю я высоко, выпрыгиваю я, заглядываю в корзину. Это есть эти кадры, есть все. То есть, ну, вот сам факт того, что для меня это вот некий отвлекающий фактор, это мяч. Семен Антонов. Как прыжочек у него? Сильный, мощный, взрывной. Это взрыв, это большая работа. А чтобы развивать взрыв, ну, намного работать со штангой. Правильная штанга под разными углами. И стопа, бедро и мах. Все, больше ничего не надо. Студия у паркета. Создатель самого долгоиграющего журнала об баскетболе в России. Ведь сверху Никита Загдай. Никита, привет. Привет, Женя, спасибо за приглашение. У Финера. Да не только сегодня вообще, все это вот последние 10 дней попередно развивалось. У Финера отсутствует несколько игроков. У ЦСКА тоже. Быстрее давайте пробежимся. У нас не играют за травмой. Джоэль Баламбой все еще сидит, не успел восстановиться. И не играет прооперированную Николу Мелутинов. Ну, собственно, он не будет играть уже вообще в этом сезоне. Баламбой к финалу четырех. А может быть даже там как-то к концу этой серии плей-офф, если, не дай бог, она затянется, может восстановиться. Ну, давай будем честными. Потому что нет еще Майка Джеймса по понятным причинам. Майка Джеймса сегодня официально освободили для подписания контракта с НБА. Да, но к тому, что начинал состав, один состав начинал сезон. И был лучший снайпер Евролиги, лучший подбирающий, агрессивный, активный, прыгающий Баламбой. Шингеля тоже выбывал совсем недавно с травмой глаза. Даниэл Хэкет пропустил последние матчи. Да, Хэкет в порядке сегодня в игре. Ну, в порядке, но он после паузы, и ему нужно набрать еще и форму, и кондиции, и он выпал из процесса. И возвращаться, делать паузу, по ходу сезона, сложно. Конечно. И в такой ситуации не могу сказать, что знак равенства между подготовкой Пфенера и ЦСКА, но проблемы есть у всех. И как бы об этом нужно говорить, что это очень сложный сезон. Какие ключи к победе? Что нужно сделать армейцам, чтобы первый матч выиграть? Я абсолютно уверен, готов спорить, что из первых десяти атак, шесть будут разыграны через Майкла Эрика. Давление под щит, и последние матчи ЦСКА словно тренировались. Нет веселых, и значит нужно давить под щит. Эрик должен выйти в старте, и его будут грузить. Для того, чтобы показать в защите Пфенера, что нужно защищать краску. И потом вступят в ход снайперы. Немножко, наверное, примитивный план, но в последних матчах именно так было. Никита Загдай, Евгений Сидых болеет за наших. Счастливо!